Всегда приятно рассказывать о том, как выросли акции, как они сильно растут, прямо вообще. Но сегодня речь идет об обратном. Многие говорят, почему-то не рассказывают, что акции могут и упасть. Сегодня как раз речь о том, как акции упали, они потеряли 80% своей стоимости. Это акции из моего портфеля. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Как говорят американцы, shit happens, и вот оно случилось. Акции одной из компаний из моего портфеля упали за один день на 40%, а суммарно их падение составило 80%. То есть 80% от вложенных средств в эти акции я потерял. Что же это за компания? Ну, к сожалению, это американская компания, фармацевтическая, Риата Pharmaceuticals. Я ее как-то купил, почитал информацию на английском языке, рекомендовали ее, что она занимается какими-то там исследованиями. И вот сейчас у нее в разработке новые лекарства, которые вот скоро должны дать хорошие результаты и так далее, и так далее. И вот оно случилось. Что же случилось с этой компанией? Вот посмотрите, вот такое падение, сейчас вы видите на финвизе, падение 40%, более 40% за один день. Она потеряла, а до этого она теряла, 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 теряла. Что же случилось? Ну, ничего нового, фармацевтическая компания. Фармацевтическая компания разрабатывает лекарства. И прежде чем лекарство, ну, как бы пойдет в... Мы уже знаем, что там должна быть фаза 1, фаза 2 и так далее. Так вот, по результатам фазы, честно говоря, насколько я понимаю, получилось так, что у компании, ну, лекарства, так прямо скажем, не получилось. Вот. И результаты обследования, исследований, в общем-то, были достаточно невнятные. И акции компании начали терять, ну, судя по всему, это уже инсайдеры какие-то работали. И тут вот с 54 до 29 упали. Почему? Потому что, ну, сроки поджимали, надо было подавать на FDA, вдруг, значит, они утвердят это лекарство. Но чудо, как видим, не случилось. Чудо не случилось. Если мы видели, что у компании Акадия просто вот вообще все хорошо было и почему-то не приняли лекарства. Не то, что не приняли, а отложили как-то и по непонятным причинам. То здесь, в принципе, причины вполне понятные. Лекарство оказалось не самое лучшее, не самое эффективное. И вот такая штука. Я когда увидел, что, так сказать, падение такое, я начал смотреть на информацию. И что же тут пишут в информации? Смотрите. Я начал читать, что случилось. И вот какие сообщения. The law offices of Frank Aircruz continues its investigation. 意andoтот wavesет фармацевты. риата фармацевтикалс Glossy, Frongway & Muray LLP leading securities fraud law firm еще раз investors alert offices of Howard Smith's риата фармацевтикалс on behalf of investors риата фармацевтикалс on FFDA panels rejection of kidneys drugs ну вот это вот я сейчас открою дальше Hagen's Berman National Trial Attorney значит короче говоря вот здесь вот вот здесь вот практически все сообщения от кого? от адвокатских бюро и от юридических компаний они как коршуна на падаль слетается когда что-то такое происходит у компании происходит неприятности дело в том что эти компании предлагают вернуть деньги они хотят значит доказать там засудить эту компанию что компания не предупредила инвесторов и так далее и так далее и так далее что она там вот себя там некрасиво повела и платите нам денежку а мы вам постараемся вернуть коллективные иски и так далее но как правило такие коллективные иски заканчивается тоже потерей денег потому что выясняется ну по крайней мере как я читал что проигрываются эти иски и в общем сказать там в общем искать здесь нечего но как бы то ни было компания потеряла и ну наверное значит они что-то там утаили какую-то существенную информацию от своих клиентов но что я могу сказать сколько денег я потерял к сожалению я не могу вспомнить по какой цене я ее покупал но подозреваю что около 90 долларов за штуку вот такая история я решил что я больше не буду играться с этой компанией потому что ну наверное руководство этой компании ведет себя все-таки не так хорошо и еще один момент значит да и на этом в общем сказать что тут продал и продал сколько я на этом потерял ну всего одна акция ну наверное 70 долларов потерял намного больше я заработал на этих акциях на всех акциях остальных а сейчас я еще хочу сказать что сегодня я просто 13 число и что-то мне как-то заколбасило дело в том что сейчас конец года декабрь месяц и время наступает пополнять иис и издает как вы знаете 13 процентов возврата 13 процентов налог на доходы физических лиц мы можем вернуть от налоговой инспекции и я прикинул где-то у меня будет я смогу вернуть 13 процентов от 250 тысяч дело в том что ну я в принципе основные доходы у меня идут такие как и п они искать их там ничего возвращать и еще есть основной вид дохода ну это пассивные доходы по договорам по контрактам они не подлежат возврату к сожалению насколько я понимаю сейчас и я посчитал что та сумма с которой я могу вернуть деньги это в районе там 200 250 тысяч рублей и если я внесу эти деньги то соответственно я смогу вернуть 13 процентов от этой суммы но печаль в том что у меня к сожалению этих денег сейчас нет потому что в этом году мы здорово по истратились в турции съездили зубы полечили вот только только буквально позавчера я вставил себе зуб последний и соответственно значит в этом месяце 200 тысяч на зубы ушло и дочь в чехии учится короче говоря денег у меня сейчас нет есть даже небольшой кредит но кредит то я погашу точно вот поэтому поэтому для того чтобы пополнить и из что я вынужден делать я вынужден распродавать свой портфель на фондовом рынке московской биржи вывожу оттуда 200 тысяч с обычного брокерского счета и и пополняю этими двумя стами тысячами и из как я это буду делать расскажу в следующем видео потому что здесь очень тонкая работа дело в том что убыточных акций убыточных позиций у меня достаточно мало прибыльные позиции продавать это значит заплатить налог как сделать так чтобы не заплатить налог или как минимум свести уплаты налога к минимуму об этом я расскажу в следующем видео поэтому друзья мои не унывайте все оптимистично прибыли у меня достаточно вот и была очень серьезная проблема о том как эту прибыль спрятать в общем так сказать но я ее кажется решил но об этом в следующем видео поэтому оставайтесь на моем канале и до встречи с вами был демитков юрий не буду я о грустном распространяться так долго до встречи